Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему, затронутую ни в одном из моих выпусков, касающуюся миграционной политики Германии. И у меня есть для вас небольшая такая новость, как с моей стороны эта новость достаточно-таки значимая. И я хотел бы поделиться с вами не только мнением, но и самой этой новостью. Так вот, на недавно прошедшей конференции, последнее время это слово конференция просто тут и там везде крутится, поэтому будем называть съезд, слет конференции. Звучит, да? На недавно прошедшей конференции в Берлине, в которой принимали участие все земельные премьер-министры Германии, в том числе и руководство страны, Олаф Шольц, вице-президент, министр внутренних дел, министр иностранных дел, была очень сильно раскритикована сама вот эта вот миграционная политика Германии. И в частности, как говорится, оппозиция ударила по правительству, по вот этим вот ошибкам, по вот этим больным местам очень сильным молотом. А именно, председатель оппозиции Фридрих Мерц заявил следующее, что пора бы уже нашему правительству прекратить давать людям обещания и начать уже действовать конкретно. Хватит полемики, давайте конкретику, потому что то, что они нам обещают, мол, типа, мы будем разговаривать с одной страной, мы будем разговаривать с другой страной по поводу вот этих нелегальных мигрантов, которые к нам приезжают, мы будем их выдворять из страны, мы будем то, мы будем это, мы будем договариваться там, будем договариваться здесь, чтобы было лучше. Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, выступил со своей программой, состоящей из пяти пунктов. Некоторые пункты, между прочим, даже очень и очень актуальны на сегодняшний момент в свете последних событий. Один из этих пунктов, мгновенный арест всех вот этих вот нелегальных мигрантов, имеющих под собой какое-то криминальное прошлое, сокрытие их под стражу до выяснения личности и решения немецких компетентных органов о их депортации. Следующий пункт, тоже, между прочим, очень интересен тем, что Маркус Зёдер предложил строить вот в третьих странах, которые переправляют сюда, в Германию, вот этих нелегальных беженцев, нелегальных мигрантов из Средней Азии, из Ближнего Востока, на территории этих третьих стран строить пересылочные лагеря, для того, чтобы все вот эти вот беженцы сначала находились там, проходили полную проверку, находясь под контролем органов власти, и только тогда, когда они пройдут полную проверку, и за ними не будет обнаружено никаких ни криминальных следов, ни каких-то других преступлений, пускай даже административных, только тогда будут рассматриваться вопросы о их дальнейшем передвижении, не просто в шенгенской зоне, а в зоне евросообщества. Потом Маркус Зёдер сказал, что также один из его пунктов, который действительно заслуживает и внимания, и доверия, это мгновенное уничтожение вот этих вот социальных пособий, остановка выплат всех вот этих пособий, тем мигрантам, приехавшим сюда в страну, ну, в Германию, и ведущих себя неподобающим образом. Допустим, или административные правонарушения, или уголовные, тут же мгновенно лишать их всех социальных пособий. Ну и, естественно, облегчить выдворение, депортацию всех вот этих нелегалов в те страны, из которых они приехали, даже в те, которые их транзитом переправили сюда. И Фридрих Мерц заявил, что наша министр иностранных дел, Зелёная Анналена Бербок, представитель партии Зелёных, обязана наконец-то начать переговоры с Талибаном из Сирии по поводу депортации вот этих вот нелегальных элементов в эти страны. То, что нам правительство обещает, что они будут разговаривать, что нужно сначала подготовить пакет документов. В Германии, чтобы вы знали, на пакет документов готовится очень долгое время. Это самая бюрократическая страна в Европе. И поэтому, чтобы подготовить такой пакет документов, понадобится как минимум полгода. За полгода может произойти всё, что угодно. Итак, по данным полицейской статистики, ежедневно в Германии совершается от 15 до 20 нападений с применением, с использованием холодного оружия со стороны нелегальных мигрантов или беженцев вот этих в отношении коренного населения. Или своих же, скажем так, земляков, тех же мигрантов. Ежедневно совершается. Просто то, что я вам говорю здесь у себя на канале, я не озвучиваю абсолютно всё. Да и времени не хватит озвучивать, допустим, 15 или 20 преступлений, произошедших за день, в одном выпуске, рассчитанном на 10, а то и максимум на 15 минут. Выпуск должен быть компактным, чтобы подать основные новости, основные сообщения, чтобы вы могли их понять. А не просто так вливать вам информацию в ушки, и вы её будете глотать, и по факту вы не будете анализировать то, что вы услышали. Поэтому я стараюсь выбирать из всего, как говорится, отделять зёрна от плевел. Я стараюсь выбирать более интересные материалы для того, чтобы делиться этими материалами с вами. Так вот, на этой конференции канцлер страны Олаф Шольц пообещал со своей стороны приложить абсолютно все усилия к тому, чтобы пункты, предоставленные премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, были как можно скорее притворены в жизнь. И также он со своей стороны, потому что оппозиция это оппозиция, хотя и очень сильная оппозиция со своей стороны, он подтвердил слова Фридриха Мерца о том, что да, министр иностранных дел Аналена Бервок должна в кратчайшие сроки или с официальным визитом в Афганистан, в Сирию, или же с послами этих стран начать переговоры, депортации о принятии вот этих вот нелегальных мигрантов, находящихся на территории Германии, приехавших сюда из Сирии или из Афганистана, о переброске вот этих вот мигрантов обратно в те страны. И Маркус Зёдер также заявил, что нас не волнует, является ли Афганистан нормальной, стабильной страной, или он находится как пороховая бочка в таком подвешенном состоянии, то же самое Сирия. Если граждане этих стран, приехавшие сюда в Германию, ведут себя неподобающим образом, показывают себя с негативной стороны, совершают различные преступления, будь то на административной почве или же уголовные преступления, они обязаны быть депортированы даже в те страны, из которых они бежали от войны. Если они не умеют вести себя как люди, значит здесь им делать нечего. Довольно-таки жесткая конференция, довольно-таки жесткие были высказывания. Что из этого будет в будущем, что последует за вот этими высказываниями и заявлениями премьер-министров, земельных премьер-министров Германии, покажет буквально вот в следующие 2-3 недели вот это вот время нам покажет. Что можно сказать? Почему я вот так вот, сейчас скажу, топишь за Баварию? Я не топлю за Баварию, я просто говорю вам открыто, что Маркус Зёдер со своей партией ЦСУ, ХСС, входящей в альянс с партией ХДС, председателем которой является Фридрих Мерц, являют собой действительно очень мощную оппозицию, противопоставляющую себя вот этому вот сегодняшнему правительству, светофорному нашему правительству, в котором находятся красные, желтые и зеленые. Действительно, они со своей стороны представляют очень мощную, хорошую, крепкую силу, которая действительно может диктовать, что нужно правительству делать, а что делать этому правительству не рекомендуется. Потому что после вот этих последних выборов в Европарламент, страна себя показала, кому она более отдает предпочтение, вот этим вот светофором, вот этим вот клоуном цветным, или действительно оппозиции, которая пока еще не входит в эту оппозицию партия АФД. Но кто знает, может быть на следующий год, когда у нас будут выборы в Бундестаг, партия АФД действительно возьмет половину голосов всей страны. Если так и будет, то получится, что союз вот этой оппозиции, ХДС, ХСС, они просто вынуждены будут заключить правительственный альянс с партией АФД. Потому что игнорировать мнение людей, выбирающих такую вот ультраправую партию в стране, уже нельзя. И тем более, почему люди выбирают именно эту партию? Потому что, с одной стороны, как я уже говорил, это популистская партия, она вам говорит то, что вы хотите слышать. С другой стороны, если в этой партии действительно люди, находящиеся на руководящих должностях, если действительно эти люди притворят в жизнь все свои обещания предвыборные о закрытии границ, о выселении вот этих вот нелегальных мигрантов, об ужесточении пограничного контроля, об улучшении благосостояния населения, то честь и хвала такой партии. Но это пока только их предвыборные слова. Как они поведут себя дальше, пока еще неизвестно. В любом случае, мы все с вами прекрасно знаем, что всегда все политики на своих предвыборных кампаниях говорят одно, как только они приходят к власти, говорят другое. Те же, кто не пришел к власти, убегают в оппозицию и добиваются того, чтобы в следующих выборах люди выбрали их. Как оно будет дальше, неизвестно. Но по итогам вот этой вот конференции можно сказать, что словами Остапа Бендера «Лед тронулся, господа». Посмотрим, как оно будет дальше. В любом случае, как я уже говорил, такие вот моменты, когда немецкая полиция не получает ответной реакции, не получает ответной коммуникативной связи с погранстражей или полицией других сопредельных государств во взаимодействии с пересылкой вот этих мигрантов, нелегальных беженцев из Афганистана и Сирии. Такие случаи, если будут продолжаться дальше, когда полиция просто-напросто будет разворачивать этих мигрантов и выдворять их обратно в ту страну, из которой они прибыли, дает уже себе такой положительный сигнал в первую очередь тем странам, которые привыкли смотреть на Германию, как в первую очередь на кассу социальной помощи и как на лагерь для абсолютно всех беженцев со всего континента, ищущих халявных денег, для своей кубышки. Это все, что я хотел вам сказать. А теперь вы можете высказываться, можете говорить, правы ли Фридрих Мерц, Маркус Зёдер в своих требованиях к правительству, выдвинутых на вот этой вот конференции земельных премьер-министров, на встрече с правительством, с канцлером, ну и с министром иностранных дел Аналина Ибербок. Прошу вас еще раз высказываться корректно, уважительно, чужое мнение всегда приветствуется, но не приветствуется унижение других, а также оскорбление. В общем, всем удачи, всем пока.